Наш квадратный дворик Пятиугольный Дженна Артега Американская актриса мексиканского происхождения Которая прославилась благодаря участию в таких проектах, как сериал Wednesday Побивший все рекорды стриминга на платформе Netflix Последствия The Fallout И девственница Джейн Сегодня мы расскажем, как живет Дженна Артега И сколько она зарабатывает Несмотря на юный возраст, а девушке всего 20 лет Дженна Артега уже обладает внушительным состоянием Которое по подсчетам специалистов варьируется от 3 до 4 миллионов долларов Большую часть ее дохода составляет заработок от участия в съемках фильмов и сериалов Помимо этого, с 2020 года актриса является лицом косметического бренда Нитрогена Контракт на участие в рекламной кампании она подписала всего в 17 лет Тогда же с ней начал сотрудничать фэшн-бренд American Eagle Что позволило ей заработать более 1 миллиона доллара за год Самым прибыльным проектом в карьере Дженны является сериал Wednesday Снятый Тимом Бертоном по мотивам легендарной семейки Адамс В ноябре проект стал самым просматриваемым сериалом на Нетфликсе за всю историю существования сервиса На актрису, исполняющую главную роль, обрушилась сумасшедшая популярность и после премьеры Аккаунт Дженны в инстаграме набрал более 10 миллионов подписчиков за пару недель Также девушка уже является обладательницей небольшой коллекции машин В ее гараже почетное место занимает BMW M235i, стоимость которой составляет 45 тысяч долларов На улицах Лос-Анджелеса актриса была замечена за рулем Audi Q3, цена которой составляет около 35 тысяч долларов Интересно, что право на вождение автомобиля она получила, когда ей было всего 15 лет В настоящее время девушка не состоит в отношениях Из-за возникшей популярности она предпочитает хранить свою личную жизнь от глаз общественности Несмотря на это, интернет наполнен слухами о том, с кем же встречалась актриса, до упавшей на нее внезапно славы Известно, что в 2018 году она посетила костюмированную вечеринку по случаю Хэллоуина Переодевшись в Ариану Гранде, которая в то время находилась в отношениях с известным комиком Питом Дэвидсоном Саму Джену на мероприятии сопровождал Ашер Энджел, звезда подростковых сериалов на канале Disney, который оделся как Пит Дэвидсон Кроме того, пара была замечена на премьере фильма Марвел Веном Но даже спустя 4 года никаких подтверждений того, что молодые люди встречались, не нашлось В феврале 2019 года девушка снялась в музыкальном клипе на композицию Чапстик Джейкоба Сарториуса После чего интернет вновь наполнили сплетни о личной жизни Джены Тогда же актриса поспешила огорчить поклонников Ее частная жизнь так и останется частной По происхождению Дженна является мексиканкой Ее родители являются иммигрантами, которые всей семьей проживают в долине Куачелло в Калифорнии Где ежегодно проводится известный одноименный музыкальный фестиваль Родной город девушки располагается рядом с Лос-Анджелесом Где находятся наиболее популярные кинематографические студии Именно там девушка начала свой путь в карьере актрисы В интервью звезда признавалась, что ее латинское происхождение чаще всего мешало на кастинге Интересно, что мечта стать известной актрисой зародилась у Дженны, когда ей было всего 6 лет Родители девушки отказывались от участия в кастингах до того момента Как видео с маленькой Дженны, исполняющей трагический монолог из пьесы, завирусилось в сети Тогда на нее посыпались предложения о съемках в небольших сериалах и фильмах Но ее путь к славе не был легким Она начинала с маленьких проектов и даже снялась в телевизионной рекламе Макдональдс Однажды ей выпал шанс поучаствовать в съемках Железного человека 3 Который позволил ей получить много важного опыта Рост девушки составляет всего 154 сантиметра Этот факт помог Дженне получить роль Уэнсдэй Одним из режиссерских решений сериала было то, что героиня должна значительно отличаться от окружающих ее людей И актриса замечательно вписалась в созданный образ Для роли Уэнсдэй девушке также пришлось научиться играть на виолончели Ей потребовалось всего два месяца непрерывной практики Для того, чтобы самостоятельно исполнить небольшую композицию Для одного из эпизодов сериала Кроме того, актеры съемочной группы поделились фактом о том, что Дженна Всего за три дня самостоятельно создала хореографию к танцу на известной сцене на школьном балу За основу она взяла элементы танцев с готических вечеринок Которые устраивали американские подростки 80-х годов Однако после она признавалась, что чувствовала себя крайне неуверенно во время съемок И долго сомневалась в полученном результате Но, как известно, именно этот танцевальный номер стал настоящим хитом среди публики Многие зрители соглашаются с тем, что актриса идеально вписывается в роль Уэнсдэй Адамс Сама актриса рассказывала, что эта роль является ее любимой А с героиней ее объединяет черный юмор и любовь к мистике Именно поэтому сериал завоевал такой успех Кроме того, во время съемок Дженна самостоятельно продумывала детали характера своей героини В недавнем интервью она призналась, что именно ей пришла в голову идея совершенно не моргать в кадре Режиссеру Тиму Бертону понравилась задумка актрисы И эта черта стала визитной карточкой Уэнсдэй Помимо съемок в фильмах, девушка любит уделять время своим хобби Еще со времен школы Дженна прославилась как умелая спортсменка Известно, что до того, как полностью посвятить себя актерской карьере Знаменитость увлекалась футболом и даже мечтала стать известной футболисткой Ее кумиром является Лионель Месси, который значительно повлиял на нее в детстве И сейчас она продолжает заниматься акробатикой и черлидингом, чтобы поддерживать себя в нужной спортивной форме В одном из интервью актриса рассказала, что во время съемок фильмов Она самостоятельно выполняет все трюки, даже самые сложные, не прибегая к помощи дублеров Помимо этого, девушке, чтобы самостоятельно сыграть нужные по задумке сцены Пришлось взять уроки по фехтованию и по стрельбе из лука Актриса придерживается здорового образа жизни А также является вегетарианкой Однако из-за съемок Уэнсдэй, которые проходили в Румынии Ей пришлось вернуться к мясной диете Сложные условия съемок требовали большого количества энергии Которая она не могла получить из-за ограниченной диеты Вместе со Славой к девушке обратилось пристальное внимание публики Несмотря на то, что Дженна постепенно становится новой любимицей Голливуда Общественность следит за каждым шагом актрисы И не упускает шанса покритиковать ее действия Так, недавно на звезду обрушился шквал критики Из-за той самой сцены с танцем на школьном балу, который завирусился в интернете Оказалось, что в день съемок эпизода Дженна почувствовала недомогание, на которое не обратила внимания После сданных медицинских тестов выяснилось, что девушка болела популярным вирусом Но съемочный процесс продолжался Американская публика не смогла простить такой поступок Который ставит под риск здоровье всех людей, занимающихся созданием сериала При этом многие поклонники защищают артистку И считают, что такое трудолюбие является изюминкой Дженны И показывает то, как она полностью отдает себя съемочному процессу Дженна является счастливой обладательницей нескольких собак Ее первой собакой является Лабрадудл Смесь пуделя с лабрадором по кличке Кайло Которую девушке подарили на Рождество в 2017 году Также у нее есть мультипу по кличке Анна Которую девушка приобрела после съемок в своем дебютном фильме «Астрал. Глава 2» Недавно она удивила поклонников, признавшись, что в детстве Она увлекалась коллекционированием ящериц и змей Которых она выращивала во дворе своего дома Ее всегда привлекали необычные и мистические вещи А в Голливуде ей дали прозвище «Новой королевы Крика» Этот титул получают актрисы, которые становятся востребованными в фильмах ужасов И это не случайно Девушка даже снялась в последней части культовой франшизы «Крик» Начинающая звезда также успела принять участие в съемках проектов для канала «Дисней» Самым известным сериалом, в котором снялась девушка, стал ситком «Жизнь Харли» «Stuck in the Middle» Дженна всегда отмечает, что она является лишь обычным подростком, которому пришлось от многого отказываться в детстве из-за актерской карьеры Плотный график съемок не позволил ей попасть на собственный школьный выпускной, о чем, по признанию девушки, она жалеет На основе своего опыта она написала книгу под названием «Это все любовь. Размышления для вашего сердца и души» «It's all love. Reflections for your heart and soul» Которая вышла в 2021 году Часть от продажи книги пошла на благотворительность Девушка сотрудничает со многими организациями, которые специализируются на помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации В своей книге девушка размышляла о том, как тяжело ей давались кастинги, на которых она получала отказы из-за того, что была мексиканского происхождения Попыткой изменить взгляд людей на мексиканскую культуру было участие в озвучке мультфильма компании Disney, где Дженна исполнила роль принцессы Изабеллы, первой принцессы Disney с латинскими корнями Вот и все на сегодня Какие еще интересные факты про Дженну Артегу знаете вы? Пишите в комментариях Субтитры создавал DimaTorzok